читы групповых проектов да и доклады если есть давайте кто у нас 1 есть желающие сразу все затихли давайте я начну 4 проект давайте сейчас я и войку сейчас подождите я открою за запись оценок значит у нас ситуация следующая поскольку до 20 мы должны все сдать то я сдвинул немного сдачу лабораторных работ посмотрите так давайте шарки десктоп сейчас наливай к я даю полномочия так все давайте видно презентации да да хорошо да давайте итак у нас я представляю модель хищник жертва сегодня третий этап комплексы программы описание программной реализации проекта комплекс программ которые мы использовали для решения поставленной задачи для решения поставленной задачи мы использовали систему для математических вычислений гну октав октав представляет интерактивный командный интерфейс для решения линейных и нелинейных математических задач а также проведения других численных экспериментов так и конкретно по нашей программной реализации первой строкой мы конфигурируем графический интерфейс пользователя ну чтобы изменить имя шаблон уравнения который описывает модель. То есть с третьей по шестую строку мы определяем уравнение, которое потом пойдет в основную функцию и которая у нас по итогу будет решать задачу. На девятой строке мы указываем начальное значение, то есть x нулевое, на десятой генерируем точки t и вот наша основная функция, то есть на 11 строке ls od, которая у нас решает уравнение. Параметрами для нее служит сама функция, которую мы определили с третьей по шестую строку, начальное значение x и t. Далее мы копируем просто данные, выгрек первое и выгрек второе, чтобы потом графически отобразить их. Ищем стационарные точки и формируем отображение графиков в графическом интерфейсе пользователя. Вот собственно то, что у нас выводятся программы. Первый график это у нас сама модель хищник жертвам и указана стационарная точка. И второй и третий график это у нас изменение численности популяции хищников на первом, а на втором это у нас изменение популяции жертв. Здесь у нас используемые ресурсы для решения задачи, которые использовали. На этом у меня все. Хорошо. Мелковат шрифт, правда. А есть ли вопросы к выступающим? Нет. Хорошо. Хорошо сделано. Хорошо. Давайте тогда следующий. Кто следующий? Кто будет еще? Нету больше желающих. Я сейчас секундочку только буквально минуточку доготовить. Подниму. Так. Все. Я принадлежу. Давайте. Давайте. Сейчас. Тогда сейчас поделюсь. Так. Надо самое начало. Тут, 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 там. Вот. Видно? Да. Да. Давайте. Итак, у нас тоже третий этап. Седьмой проект. Модель конкуренции двух фирм. Ну, надо было задать комплекс программ для реализации задачи. Получается, сама задача – это реализовать алгоритм, который мы выбрали на прошлом этапе, самый оптимальный для нас. Это алгоритм рунги-кута четвертого порядка. Итак, использованная оболочка, опять же, гну октав – это свободная система для математических вычислений, использующая совместимость матлаб-язык высокого уровня. Получается, сама реализация программного кода – это, так скажем, базис, это сама функция, которая у нас задает нашу систему дифференциальных уравнений. И вот само представление полного программного кода. Получается, здесь у нас вводится необходимый блок переменных, из которых мы будем вычислять последующие коэффициенты нашего дифференциальных уравнений для системы. Упс. Ну вот, получается, создаются переменные для создания коэффициентов при системе дифференциальных уравнений. Критическая стоимость, временные промежутки, себестоимость товаров, потенциальные покупатели. Мы использовали для реализации еще одну переменную в виде добавочного коэффициента microstep, она означает социально-психологический фактор, захочет кто-то покупать товар или не захочет, что уже не зависит от объективных причин. Это уже блок коэффициентных коэффициентов. Сама функция, которая уже была описана до этого. Блок начальных значений и интервал, на котором мы задаем диапазон, и начальные значения, вектор x нулевое. И решаем мы нашу систему дифференциальных уравнений с помощью OD45. Это встроенный решатель в октав, как раз-таки методом рунги кута четвертого порядка. И последний блок – это построение графика для визуального представления нашей модели. И он, учитывая то, что мы брали данные из данных, которые были в лабораторной работе, то он с точностью соответствует тому примеру, который был. И это дает гарантию нам того, что алгоритм построен верно. На этом все. Хорошо, хорошо, спасибо. Есть ли вопросы? Нет вопросов. Следующий проект. 6. Нет никого, да? Хорошо. Есть ли доклады? Да, доклады тоже есть. Да, давайте на доклады. Кто докладывает? До борщуп. Да, давайте, давайте. Сейчас, секундочку. У меня доклад на тему управления версиями и гита. Давайте. Так, сейчас. Где там она? Тут, это, это, там. Может, ты, пожалуйста, мне доступ дать, я презентацию покажу. Ну, для представления. Тогда давайте мы, давайте. Хорошо. Давайте смотрим. Хорошо. 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 так рассказывать буду я эффективность рекламной кампании третий этап это проект какой это шестой так как бы задача методов было у нас использовать комплекс программ для решения нашей задачи однако на прошлом этапе мы не до конца определили алгоритм потому что как бы эффективность алгоритма можно определить только как бы использовав всего в решении задачи поэтому кроме встроенной функции октав для решения нашего дифференциального уравнения мы написали несколько скриптов алгоритм эллера метод рунги кута второго порядка то есть использую также использовали эту встроенную функцию и тут на слайде не дописано мы использовали еще метод адмса ну в методе эллера мы вначале также задали наши коэффициенты задали линейные коэффициенты а1 и а2 один из коэффициентов отвечает за распространение рекламной кампании методом сарафанного радио это а2 а второй обычным методом рекламы мы задали нашу функцию и использовали метод эллера для решения задачи также здесь использована встроенная функция тик ток чтобы посчитать время исполнения кодом потом сравнить также был использован метод рунги кута второго порядка в принципе входные значения все одинаковые как бы кроме реализации самого алгоритма и даже там еще метод адамса должен быть нет простите пожалуйста я не сейчас поменять пожалуйста так простите уже али сможешь не скинуть эту презентацию таки али скидывал себе нет это не то сейчас извини плюсиками все пометьтесь пожалуйста кто присутствует для отчетности и и и и и и и и и Продолжение следует... Так, что-то у нас там совсем затянулось. Нет, я сейчас скинула. Даже сейчас открою. Извините, пожалуйста, за такую ситуацию. Я перепутала файлы. Хорошо, ждем. Все, я вернула туда, куда надо. Так, давайте. Не слышно никого. Ой, извините, я микрофон не включила. И мы использовали метод Adamson для решения задачи, нашей задачи также. Ну и встроенную функцию октав, функцию отсет. Точность результатов использования всех трех методов была одинаковой. То есть мы получили одинаковый график с использованием каждого метода, однако скорость выполнения была разной. Ну и в принципе, как бы сложность алгоритма тоже разная. И мы решили, что оптимальное решение для нашей задачи – это алгоритм Эйлера. Также у нас было в задании сравнить решения для разных коэффициентов. То есть у нас коэффициент А1, отвечающий за информирование покупателя, коэффициент А2, отвечающий за распространение сарафанным радио. То есть А1 отвечает за рекламу, А2 – за сарафанное радио. И в зависимости от величины этих коэффициентов и их отсутствия у нас получаются разные модели. То есть мы должны учитывать, что отсутствие одного показателя, учитывать то, что один показатель больше другого, и сравнить модели при показателях линейных и показателях константа. На первом графике мы сравнили графики при линейных коэффициентах и константах. То есть, соответственно, красный график – это линейные коэффициенты, а синий – это константы. Здесь все коэффициенты и константы. На красном графике коэффициент, отвечающий за распространение рекламной кампании методом рекламы, он меньше, чем коэффициент, отвечающий за распространение сарафанным радио, а на синим – наоборот. И, соответственно, графики, где один из коэффициентов отсутствует. То есть мы видим, что распространение рекламной кампании методом сарафанным радио, оно эффективнее, чем распространение рекламной кампании методом простого информирования. Собственно, все. Спасибо. Спасибо. Фон, правда, непонятно, зачем был такой, на котором выделяются белые графики и код. Ну, ладно. Тогда давайте к докладам перейдем. Доборщик давайте. Да. Итак, я расскажу вам о управлении версиями, о системах управления версиями, что это, в принципе, такое. И, в частности, мы рассмотрим базово, так, поверхностно систему управления версиями ГИД. Так что же такое само по себе управление версиями? Их данный термин грамотнее определяется вместе со словом «система», то есть что такое сама система управления версиями. Это специальное программное обеспечение для увеличения работы с регулярно изменяющейся информацией. Можно сравнить управление версиями с системой безопасности, поскольку если были внесены какие-то изменения, которые позже вызвали проблемы, то эти можно будет вернуть файлы или весь проект к определенной точке, вместо того, чтобы начинать все с нуля. То есть, грубо говоря, в общих чертах система управления версиями хранит сама в себе версии различных файлов. Внизу, на данном слайде, представлена небольшая хронология выхода создания систем контроля версий, которые кратко называются VCS. И в наше время наиболее популярными являются Mercurial, Git, а также SVN, Subversion от Apache. Итак, существует в основном, кроме локальных, но мы их не будем рассматривать, поскольку локальные системы контроля версий не так широко используются в больших проектах, существуют централизованные и распределенные системы контроля версий. Как устроена централизованная система контроля версий? Существует центральный репозиторий, в котором хранятся все основные данные и рабочие версии самого проекта. В таких системах есть центральный сервер, как раз на нем хранятся все файлы под версионным контролем и ряд клиентов, которые имеют свои рабочие копии из этого центрального сервера, из этого центрального репозитория. И взаимодействуют они апдейтами и коммитами. Коммиты — это фиксация изменений, а апдейт, соответственно, это обновление взятых данных с сервера. Проблема данных систем — то, что данные легко потерять, если сервер ненароком сломался. То есть это самая основная проблема. Вторым вариантом являются распределенные системы контроля версий. У них более такая большая структура, но она гарантирует большее сохранение данных. Такими примерами являются Git, Mercurial и Bazaar. В данной системе клиенты не просто выгружают последние версии файлов, а полностью копируют весь репозиторий сервера. Поэтому в случае, когда сервер умирает, через который шла работа, любой клиентский репозиторий может быть скопирован обратно на сервер, чтобы восстановить базу данных. Каждый раз, когда клиент забирает свежую версию файлов, он создает себе полную копию всех данных, которые были на этом сервере. Получается, как у нас устроен Git сам по себе? Во-первых, особенности Git — это самая распространенная система контроля версий на данный момент. Она появилась в 2005 году. Ее создатели — это, в частности, разработчик Linux. Это Linux Torvalds, в частности. Его основные особенности — то, что там используются слепки вместо патчей, почти все его операции локальные. И основные плюсы — это быстрота и возможность работать без интернета. Потому что множество изменений происходит локально, и только при наличии сети можно сразу выгрыжать сделанные множество коммитов и изменений файлов. И чаще всего данные в Git только добавляются. И из-за этого очень сложно заставить систему удалить данные или сделать что-то неотменяемое. Можно, как и в любой другой системе управления версий, потерять данные, которые вы еще не сохранили. Но как только они зафиксированы, их уже практически невозможно потерять. Итак, на данном слайде представлено главное отличие Git от практически любых других систем управления версиями. Например, Subversion, Tapatch и ей подобных. Это то, как Git смотрит на свои данные. В принципе, большинство других систем хранит информацию как список, как представлено на левой картинке, как список изменений, патчей для файлов. Это системы, подобные CVS, Subversion, Bazar и многим другим. Они относятся к хранимым данным, как к набору файлов и изменений, сделанных для каждого из этих файлов во времени. Но Git не хранит свои данные в таком виде. Вместо этого Git считает хранимые данные набором слепков небольшой файловой системы. Каждый раз, когда вы фиксируете текущую версию проекта, Git, по сути, сохраняет слепок того, как выглядят все файлы проекта на текущий момент. Ради эффективности, если файл не менялся, Git не сохраняет файл снова, а просто делает ссылку на ранее сохраненный файл, как это представлено на второй картинке. Итак, далее. Получается, здесь изображен жизненный цикл всех файлов, как это работает в Git. Существует несколько состояний файлов. Тут они представлены на английский, я их переведу. Unmodified – это неизмененные. Modified – это, соответственно, измененные. Stage – это подготовленные к коммиту. Также есть untracked – это нетреченные файлы, которые еще не были даже проиндексированы. Это, получается, все остальное. Любые файлы в вашем рабочем каталоге, которые не входили в ваше последнее слепок состояние и не подготовлены к коммиту никоим образом. Когда идет клонирование репозитория, все файлы будут ослеживаемыми и неизменяемыми, потому что они только взяты из хранилища удаленного. Так, дальше. Как устроена структура фиксации изменений в Git? Получается, вот у нас был какой-то набор файлов. Мы его закоммитили. Получается, все данные имеют SHA1 хэш шифрования, чтобы было… Просто все данные имеют SHA1 хэш шифрования, и если мы обратимся к этому хэшу по коммиту, то в нем будет содержаться дерево, которое будет содержать уже все блобы, имеющие тоже свои хэши. И они уже будут ссылаться на конкретные файлы, в которых были произведены изменения. То есть вот так. Вот так же получается, обращение идет по факту к различным коммитам. Это получается такое линейное дерево, оно постепенно обращается с ссылками на каждый свой следующий коммит. Если их присутствует некоторое множество. И благодаря команде, например, GitLog, мы можем просмотреть всю историю коммитов, как они, в принципе, выглядят сами по себе. Далее это ветвление, что является неотъемлемой частью для эффективного использования систем контроля версий. И ветка в Git – это просто легковесный, подвижный указатель на один из этих коммитов. Ветка по умолчанию в Git называется Master. И когда создаются коммиты на начальном этапе, всегда изначально дана ветка Master. Если надо создать другую ветку, используется команда Branch. И она задается уже на тот же коммит, на котором у вас стоит ветка Master изначально. И откуда Git узнать, на какой ветке находится пользователь или девелопер на данный момент? Git хранит специальный указатель, который называется Head. Он на данной картинке, например, все еще находится на ветке Master, и при создании новой ветки Head не переключается на нее. Чтобы переключиться на новую ветку, надо использовать команду Checkout. Вот пример использования функционала базового ГИТа. Я написал. Получается, допустим, мы создали директорию, первая и вторая строчка, и перешли в нее. Дальше идет инициализация репозитория, создание файла readme.md, для примера. Добавление удаленного репозитория под именем origin. Далее идет индексация команды git add. Идет индексация всех файлов. Дальше идет... Мы проверяем статус системы, команды git status, и видим, что у нас есть изменения, пока не закомиченные. Дальше делаем commit. Видим, что после очередного вызова git status у нас уже нет никаких изменений, которые надо комитить. и непосредственно пушим на нашу ветку уже в удаленный репозиторий. И вот, собственно, как итог выглядит. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. К сожалению, как мы обсуждали в конце, все-таки нужны выводы, а не спасибо за внимание. Я могу дать краткие выводы. Я могу дать краткие выводы. О том, какие, в принципе, особенности есть у гита по сравнению с другими системами контроля версии и так далее. Сейчас я их кратко приведу словесно. Преимущества и недостатки. Но мне кажется, что благодаря тому, что как раз-таки гит является еще системой с открытым исходным кодом, в принципе, такой разработкой, он имеет очень большой спрос у людей и вряд ли его кто-то сместит в ближайшее время. К тому же для него есть очень много интересных модулей. Например, тот же GitFlow, который позволяет очень эффективно реализовывать, в принципе, работу над проектом. Но непосредственный, наверное, недостаток гита – это то, что он по большей части Unix-ориентирован и для пользователей Windows, например, вряд ли это будет максимально оптимальным решением, хотя уже, получается, в конце 19-го года вышел непосредственный более-менее рабочий не эмулятор, а, грубо говоря, командный терминал гитовский для Basha. И, получается, подводя конкретные итоги, я считаю, что на данный момент Git является самой перспективной, самой оптимальной системой контроль-версии по сравнению с другими, из личного использования. Вот. Хорошо, спасибо. Если вы не использовали другие, то как вы можете сравнивать? Вот я пытался найти файли, где я это выписывал, и вообще официально не нашел. Поэтому просто вот такая чуйка такая. Git ничего не лучше, чем остальные. Просто... Ну, хорошо. Победитель получает все. Ну, да. То есть, случается иногда такое, когда одна система захватывает большинство, и... завинер-тейк цитол. Вот и все. Только этим он и выделяется тем, что он на данный момент является винером. Номер все остальные системы лузерами. А так вот только... Спасибо, да. Кто еще хочет выступить? Спасибо, спасибо. Есть кто-нибудь желающий еще? Значит, у нас по плану... Значит, до 20-го все надо сдать. Соответственно, следующее, последнее занятие у нас... Там сменились немного сроки по сдаче лабораторных, поскольку... 19-го нужно мне послать или, крайне в случае 20-го, в первой половине дня все ведомости, поэтому немного спрессовались. А в следующий раз, значит, последнее занятие. Ну, если... Можно рассказать? Да, да, а вы как-то очень медленно думаете. Гурбан, Гильдей, Мухаммед. Да, хорошо, давайте. Сейчас ездите. Сейчас кормлю. Да, латех. Видно? Да. Здравствуйте, я Гурбан Гильдейв Мухаммед и моя презентация тема доклада язык разметки латех. Определение. Язык разметки – это набор символов или последовательности символов, вставляемых в текст, для передачи информации о его выводе или строении. Текстовый документ, написанный с использованием языка разметки, содержит не только сам текст, как последовательность слов и знаков припинания, но и дополнительные информации о различных его участках, например, указания на заголовки, выделения, списки и так далее. Виды языков разметки – HTML, XHTML, XML, Markdown и латех. Разработчиком языка латех является Лесли Лэмпорт. Первый выпуск языка осуществлен в 1984 году, написано на тех. тех. Система компьютерной верстки, разработанной американским профессором информатики Дональдом Кнутом. Простите. Латех. Собирательное название для системы подготовки верстки. Исчезло у вас изображение. Исчезло. Видимо, соединение плохое с интернетом. Сейчас, секундочку. Видно? Да, теперь видно. Латех. Собирательное название для системы подготовки верстки документов. Включает в себя набор инструментов, которые, в свою очередь, из текстовых файлов, записанных с использованием специального языка, формируют готовые печати документов PDF. Основу этой системы формируют тех. Тех – это низкоуровневый язык разметки и программирования. Латех. Как работает латех? Создание документа. Вы создаете текстовый файл латех разметки и макросы латех, обрабатывают его и проводят конечный документ. Такой подход отличается от использования «What you see is what you get». Что увидишь, то и получишь. В программах, таких как OpenOffice.org, Writer или Windows, ой, Microsoft Word. Документ с заголовками и формулами выглядит следующим образом. Как вы можете увидеть на слайде. Минусы. Давайте поговорим о минусах языка латех. Во время редактирования вы не можете увидеть окончательный вариант. Вам необходимо знать нужные команды разметки латех. Иногда сложно получить требуемый вид документа. Плюсы. Стиль, шрифт, оформление таблицы и рисунков согласованы во всем документе. Легко набирать математические формулы. Оформление текста отдельно от содержания. Одно и то же оформление можно использовать для любого числа документов. Файлы с исходными текстами можно просмотреть в любом текстовом редакторе. Я пользовался следующими источниками. Ну все, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Есть ли еще желающие выступить? Если не возражаете, я тоже хотел бы. Меня слышно? Это Швец, да? Меня слышно, да? Да-да-да-да-да, я хотел бы выступить, если... Давайте, да. Швец, Сергей. Секунду, сейчас презентация... Ну, презентация потом скину. Так, видно экран, да? Так, да, экран видно, презентацию пока нет. Презентация, наверное, точно так. Все, хорошо. Я, пожалуй, начну с небольшого вступления. У меня тема работы с библиографией. Если человек часто пишет какие-то статьи, то он использует множество источников при их написании. Сами статьи ему тоже необходимо где-то хранить. И, ну, в общем, такая деятельность ставит перед человеком ряд некоторых сопутствующих задач. И решать их помогают библиографические менеджеры. Что конкретно они делают и для чего они нужны? Они нужны для, во-первых, навигации по хранилищу публикаций, чтобы можно было достаточно просто и быстро найти нужную необходимую статью. Они помогают хранить литературу и ссылки на источники. Также их можно хранить, допустим, в соответствии с темой статьи какой-нибудь. Причем один источник может попасть в несколько тем. Ну, они помогают оформлять все эти, собственно, ссылки и списки библиографии по различным государственным стандартам. В общем, помогают в цитировании и так далее. Можно обозначить теперь, что такое библиография. Ну, в узком смысле, это научное описание книг и составление указателей, к ним каких-то перечней и так далее. А в широком смысле, это структурированная информация, позволяющая идентифицировать, учитывать, находить нужную публикацию или документ. Вот. Существует множество различных библиографических менеджеров. С некоторыми мы уже, ну, успели познакомиться. И у них есть некоторые сходства и различия. В чем сходство? Они выполняют функции, ну, не знаю, так сказать, книжного шкафа, книжной полки, да, где хранится информация, ну, хранятся статьи, хранятся ссылки на источники и литература. Вот. Они оформляют ссылки и списки литературы по государственным стандартам. Вот. Российской Федерации, ну, и другим разным. Вот. Подходят для индивидуальной, ну, как для индивидуальной работы, так и для каких-то групповых проектов. Вот. Но у них есть отличия, допустим. Они могут быть адаптированы под разные текстовые редакторы, под Word, там, какие-то аналоги для Mac OS, там, под OpenOffice, под LATEC и так далее. Вот. Они могут работать в разных операционных системах, но они есть во всех операционных системах. В Mac, в Windows, в Linux, они есть даже на мобильных системах типа iOS или Android. Вот. Некоторые из них платные, некоторые из них бесплатные, некоторые у них имеют какой-то ограниченный набор бесплатных функций и за что-то надо будет доплачивать. Вот. И они не все универсальны. Вот. Они могут работать онлайн, они могут работать оффлайн, могут работать смешанно. Вот. Ну, я разберу... Давайте разберем, наверное, парочку... А. Вот. Давайте разберем парочку библиографических менеджеров. Допустим, Менделей и его ближайший конкурент Зотера. Вот. Менделей. Это бесплатный универсальный библиографический менеджер. Он подходит для индивидуальной работы, для коллективной работы, облачного хранения полных текстов статей в личной или в коллективной библиотеке. Вот. Ну, к плюсам программы можно отнести то, что она достаточно проста, удобна, имеет какие-то обучающие материалы в себе. Вот. А также Менделей позиционирует себя как академическая социальная сеть, то есть позволяет по спискам литературы находить коллег в глобальной сети Менделей, которые занимаются ну, с какими-то схожими темами исследований там и так далее. То есть, допустим, химики могут найти химиков там, физики-физиков и так далее. Вот. Он хорошо... Ну, да, вот он подходит, он хорошо адаптирован под групповую работу. Но у него есть некоторые функции, которые требуют платной подписки. Вот. Второй вот его главный конкурент это Zotera. Это проект с открытым исходным кодом. Программа принципиально бесплатная, но она бесплатна лишь на первые 300 гигабайт... Ой, на первые 300 мегабайт. Хранили еще и дальше уже надо будет платить за какой-то дополнительный объем. локально можно хранить сколько угодно, но за онлайн надо будет доплачивать. Вот. Для чего могут быть нужны вообще... Ну, еще раз, библиографические менеджеры. Кратко по пунктам, для чего они могут подходить. Для индивидуальных исследователей, сотрудников, для научных групп, коллективов или каких-то научных подразделений, для руководителей научных подразделений, которые хотят создать внутреннюю библиотеку, для редакторов научных изданий каких-то, для преподавателей курсов каких-нибудь. Вот. Для командных проектов и для аспирантов и студентов. Вот. Это источники информации, к которым я обращался, чтобы отыскать нужный материал. Спасибо. Спасибо. Презентацию я сейчас пришлю. Да, выложите, пожалуйста, да. Есть еще желающие? Да, у меня тоже есть доклад. Алло, давайте. Сейчас, секунду. Извиняюсь, что прерываю, Дмитрий Сергеевич, можно быстрый вопрос? Да. Я по ошибке на почту я вам тоже вроде не проверял, потому что продлил срок и воскресенье не проверял. я просто уточню, я случайно по ошибке залил файлы по отчету по обниманию. Я видел, да. А, все, хорошо. Тогда спасибо. Да. Итак, Васильева? Да, секунду, я открою сейчас. А после презентации нужно будет скидывать и текст, и презентацию, да? все это нужно будет выложить на сайт, да. Хорошо. Видно презентацию? Да, да, давайте. Отлично. Добрый день, меня зовут Васильева Юлия, и тема моего доклада язык разметки Markdown. Начну, пожалуй, с определения. Markdown облегченный язык разметки, созданный с целью написания наиболее читаемого и удобного для правки текста, но пригодного для преобразования в языки для продвинутых публикаций. Данный язык разметки используется для более удобного написания текстов для последующей конвертации в HTML или другие форматы. Удобное создание списков также входит в число его преимуществ. Это позволяет продумать структуру постов и статей. Также, используя Markdown, удобно набразывать структуру документов, например, также для постов блок. Для созданный макет рыба, так называемый, можно преобразовать в латах с помощью пандок, который выдает полноценный код. История создания. Markdown был создан в 2004 году Джоном Гурбертом в сотрудничестве с Аароном Шварцем с целью дать возможность людям писать, используя легкие для чтения и простой в написании текстовый формат, при необходимости прообразуемые в структурно действительный HTML. Основной целью его проекта была читаемость. Далее кратко рассмотрим синтаксис Markdown. Параграфы и разрывы строк. Для того, чтобы создать параграф с использованием синтаксиса языка Markdown, достаточно отделить строки текста одной или более пустой строкой. Для того, чтобы вставить видимый перенос строки, необходимо окончить строку двумя пробелами нажитим клавиши Enter. Заголовки можно оформить несколькими способами. Заголовки первого, второго уровней, выполненные с помощью подчеркивания, выглядят следующим образом. Равно или дефис. Используя равно или дефис. Заголовки первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестых уровней, выполненные с помощью символа дефис, вы можете видеть на экране. Приведенные выше заголовки тождественные следующему виду. Цитаты. Для обозначения цитат в языке Макдан используется знак больше. Вы можете видеть на экране пример. Списки. Макдан поддерживает упорядоченные нумерованные и неупорядоченные ненумерованные списки. Для формирования неупорядоченных списков используются такие маркеры как звездочки, плюсы и дефисы. Для формирования упорядоченных списков в качестве маркеров используются числа с точкой. То есть используя звездочку, дефис и плюс у нас в результате получается одно и то же неупорядоченный список. Блоки кода. Для создания блока кода в языке Макдан необходимо каждую строку параграфа начинать с отступа, состоящего из четырех пробелов или одного символа табуляции. Горизонтальные линии можно создать с помощью трех звездочек или дефисов, как представлено на экране. Результат получается один и тот же. Ссылки. Маркдан поддерживает два стиля оформления ссылок. Гиперссылки с немедленным указанием адреса и гиперссылка подобные сноски. Также вы можете видеть на экране примеры. Ссылка подобной сноски не отображается на экране. Ее очень сложно найти. Выделение текста. Макдаус принимает звездочки и символы подчеркивания как признаки смыслового выделения текста. Можно использовать как звездочки, так и подчеркивания. Кодовые фрагменты строк. Чтобы отметить фрагмент строки, содержащий код, необходимо окружить его обратными апострофами. Изображение. В Markdown существует два способа вставки изображения в документ с помощью непосредственного указания UR-адреса изображения или метки идентификатора. Важной особенностью является то, что Markdown не позволяет задать размеры изображения ширину и высоту. Прошу прощения. автоматические ссылки. Markdown поддерживает упрощенный порядок автоматического создания ссылок для UR-адресов и адресов электронной почты. Для этого достаточно поместить адрес или почтовый адрес в угловые скобки, и Markdown сделает его гиперссылкой, как представлено на экране. Далее вы можете видеть источники, из которых я брала информацию. Извините, тут опечатка. Спасибо. И в заключении хотел бы сказать, что Markdown показался мне крайне удобным языком разметки с кучей преимуществ за счет легкости в использовании и хорошей читаемости. На данный момент Markdown популярен, и в будущем его популярность будет только расти. Спасибо. Можно для нумерации списка использовать букву Markdown? Нет, нет, нет. У меня? Нет. Нет. Есть еще желающие. Значит, просьба все презентации и доклады на сайт выложить. Спасибо. А можно в формате PDF выложить? Да, конечно. Да, конечно. Спасибо. Значит, тогда в следующий раз последний. Попробуйте все, что не доделали в следующий раз сдать. Если будут вопросы, задать. До свидания. Извести там в чат написали. В чат? В чат. В чат. А Смирнова? А ее не слышно? Она хочет доложиться? Не слышно вас? У нее не работает микрофон. Ну, как мы будем ее слушать? В следующий раз уж давайте. Она доложится и починит микрофон, и в следующий раз доложится. хорошо. Спасибо. До свидания. 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 До свидания.